Привет, хлопцы! Скажу сразу, картиночка, которую вы сейчас видели, это полнейший просто кликбейт. Не обращайте на него внимания. Хотя, возможно, есть какая-то правда, но не сейчас и не в данный момент. И сегодня у нас на обзоре Табак Бонч, который был представлен широкой публике на Хука Клаб Шоу 2019. По примерным моим сведениям, его еще нет в продаже вообще. То есть ребята просто выдвинули, грубо говоря, свой промо-продукт. И многим говорят, что он понравился. Мне он тоже немного понравился. Я сейчас все это подробненько о нем расскажу. И в продаже его вроде пока нет, но ребята говорят, что цена будет максимально демократичная. Смотря, от какого слоя населения отталкиваться с фразой «демократичная цена». Ладненько, давай разбирать. Что такое вообще Бонч? Почему он так называется? Это сигарный лист, то есть это по факту сигарный табак, типа а-ля ВТО, Total Flame и все остальное. И Бонч, короче, Бонч, это, короче, грубо говоря, сигара без обверточного листа. Ну, вот этот, знаете, то, что самое сладкое есть в сигаре, вот самое такое сочное, в середине вот этот пушок. Это вот и есть Бонч. И вот типа говорят, что из него все это и сделано. Да, вот такие вот баночки а-ля Оринго и прочее. У нас есть по вкусу здесь Passion Fruit, Cheesecake, Салями, Base, это просто, грубо говоря, оригинал. Есть печеньки, есть Pineapple, есть Dark Chocolate, есть Черный Шоколад. Есть Ром, есть Барбариска и, соответственно, есть Кукурузка. Да, вот такой вот бокс мне еще на выставке подогнали. Мы его что-то сидели, сами прокуривали. И я думаю, ладно, снимем, посмотрим, что есть, что из себя вообще он представляет. Короче, скажу так, по крепости хорошо, по ароматике именно вкусовой, есть некоторые вкусы, которые прям вообще пиздец, пиздец, ни в какие ворота. Есть вкусы, которые прям, ну, чш, залетели хорошо. Но мне кажется, в данном моменте, да, нужно учитывать то, как мы будем чувствовать табачную ноту данного продукта. Почему? Потому что, как-никак, это сделано на бонче, да, это на сигарном листе. И здесь смысл делать на сигарном листе, если ты сигарный лист не чувствуешь. Но это получится наебалово. Наебалово хорошее. Давайте, собственно, еще разбирать такой момент про кликбейт, убийца ВТО. На самом деле, я очень сильно люблю ВТО. Я люблю ароматику ихнюю, да, и люблю вкусы, люблю сам продукт. Но если бонч нихуево таки разгонится, да, то кричи «Караул!», потому что, возможно, он больше, как сказать вам, западет в сердца курильщиков, чем ВТО и тот же Total Flame. А по вкусу бейса он очень смахивает на Total Flame Basic 809, да, в Адзеоу. Если примерно посмотреть по консистенции, да, то примерно это все выглядит вот так. Прикольно. Очень хорошо. У кого, кто, если в дальнейшем будет его курить, что-то с ним делать, я вам крайне не советую забивать это на пятидырых чашках. То есть на плоскордонных пятидырых чашках лучше запаситесь хорошим каким-нибудь фанелом поглубже, да, желательно. И давайте, собственно, сейчас мы примерно забьем какой-нибудь вкус, который я еще не курил. Так, ребят, сам салями. Салями я курил. Я первым делом покурил кукурузу и салями. Салями пахнет прям реально салями. Ну, прям реально салями пахнет. Но вкус отвратный. Вот, блядь, не залетело мне вообще никак. А очень залетел ром. Ром прям божественно зашел. Хорошо, приятно. Но, сука, запах из банки это полнейший ацетон. Кукуруза топ. Вот, кукуруза. Да, про нее вообще ничего не скажешь. Кукуруза топчик. Пэшн фруит тоже более-менее хорошо. Прям, да, тяганная такая, свежая, хорошая. Чизкейк, ну, ровно на любителя. Очень, кстати, похож на чизкейк дафта. Прям вот один в один, если не учитывать только то, что привкус идет именно от цигарного листа. Ананас, ну, ананас, как бы, обычно показатель абсолютно всех табаков. Если у табака пиздатый ананас, то и табак, соответственно, блядь, сука, тоже пиздатый. Здесь ананас очень похож на аргелине, но вот чего-то в нем не хватает. Я на самом деле не курил еще черный шоколад. Ну, почему-то, да, я его даже не открывал. Но люди мне говорят, да, вот, мозг не еби. И попробуй черный шоколад, говорят, топ. А-а-а-а! Ох, нихуя, он присобачился. Да, давайте попробуем забить черный шоколад. Возьмем нашу чашечку и нагрузим туда бонч. Лист очень мокрый, на самом деле. На дне очень много сиропа. Он очень крупный. Такой прям, ну, хорошей, очень жесткой текстуры. Ну, по крайней мере, пока миспокайф. Так, выложим его. Я выкладываю много сейчас, потому что, как бы, я не знаю, будет ли это курица на трех граммах. И будет ли это, а вдруг эти 100 грамм будут стоить 25 тысяч рублей, я не знаю. Поэтому, пока мне это дали на халяву, я буду сгружать в чашку по максимуму. Не-е-е-е-е-е-е. Так, так. Так. Так, еще чуть-чуть. Все. Так, сделали. И, собственно, мы вот такую вот чашечку. Вроде топчик. Как я и говорил, я не знаю его цену, я не знаю, сколько она будет стоить. Но то, что если ребята хорошенечко залупятся, да, и нормально будут вести вот эти все бизнес-бизнес-переговоры, давать хорошую цену, то, возможно, этот табачок быстренько появится на полочках всех магазинов. Но, если у них будет акциз. Так, ну ладно. Вот так сделали. Такое минимально комфортное касание. Касание прям минимально комфортное. Главное не уебать угли, а то этот кафель пиздец просто. У меня еще уголечки не готовы, поэтому у меня для вас еще есть сюрприз, ребят. Есть сюрприз. Компания Углерод предоставила маленький презентик на розыгрыш. Короче, смотрим. Чтобы вам было еще интереснее, мы разыграем маленький подарочек, маленький презентик от компании Углерод. Вы, наверное, спросите, что такое Углерод? Очень похоже на какой-то уголь, либо что-то подобное. На самом деле нет. Это вот такие вот тумбусы, и вот такой вот тумбус мы разыграем, да. А что же в этом тумбусе? А в этом тумбусе, ребята, есть вот такие вот мощные, настоящие мундштуки из карбона. У них есть модельный ряд из титана. Это вот такая модель. А есть из латуни. Вот такой вот красивый, симпатичный. И есть базовая модель с под названием Stick. Она сделана тоже из настоящего карбона, но максимально в минималистичном стиле. Очень легкий и очень прочный. Это новая российская компания, которая занимается оптоволокном, грубо говоря, карбоном и делает мундштуки. А у ребят еще в дальнейшем, конечно же, в планах сделать крутой кальян из карбона и всего остального. Почему? Потому что у них есть все возможности вот такие вот делать вещи из карбона. Поэтому вот такой вот мундштук, углерод Stick мы разыграем. Все очень просто. Условия самые простые. Нужно сейчас посмотреть до конца обзор и перейти ко мне в инстаграм. Там в инстаграме вы увидите такой приметный пост, под которым нужно выполнить такие условия, как подписаться на углерод, подписаться, конечно же, на меня, отметить под этим постом трех своих друзей в комментариях. И через четыре дня после старта мы подведем итоги с помощью генератора и, конечно же, Excel-таблицы. И победитель получит вот такой вот мощный маленький презентик от компании Углерод. Так что участвуем и, конечно же, побеждаем. Так что, ребят, участвуем. Мундштук реально пиздатый, прям охуенный. А тем, кто курит часто кальяны дома, то я посоветую, наверное, вот такие угли. Это Black Coconut, потому что они не воняют в хате. Вообще не воняют, когда ты их разжигаешь. Короче, у нас есть бонч, у нас есть кальян, у нас есть чашка от Альпаки и есть кальян из Екатеринбурга. Кстати, а, ой, ебать, самое такое серьезное, я забыла, кто это вообще такие. Это ребята-энтузиасты, реальные энтузиасты. Они из Москвы, поэтому бонч – это московская тема. Ну, как бы, ладно, давайте попробуем, пробуем сейчас все это на детальке разобрать, что к чему вообще. Я просто шоколад не пробовал, но говорят, что он беспонтовый. Да, то есть, как бы я сейчас позволь... Ну да, дымненько. Чувствую сигарный лист. По горлу очень приятно прошлось, прям так... Шоколад очень прикольно смешался с привкусом табачного листа. Но есть маленькая проблема в шоколаде, и те, кто мне говорил, что шоколад топчик, я вот немного не поверю вам. То, что он дымит бодро, это да. По крепости, ну, я бы не сказал бы, что, бля, не, нам бонч не надо, он очень противный, он очень крепкий, нет. Скорее всего, какая-то такая чуть-чуть сильнее середины, но все заключается в том, что гости смогут переносить привкус сигарного листа или нет. Шоколад начинает кислить. Не очень приятно, конечно. Надеюсь, ребята до масс-маркета все исправят после релиза и сделают хороший продукт. На, ну вот, чтобы они там не пиздели, да, что вот, simple for, whoimple, нахуй. На самом деле, его приятно курить для ценителей, вот, кому нравится, мне, допустим, нравится, да. Я бы такую курил бы, но явно не шоколад бы покурил. Ладно, он разошелся, он хорошо прогрелся на четырех уголечках. Наверное, мы одни все-таки скинем, потому что сейчас будем много пиздеть. Короче, немного с утричка подъебало. Да, крепость есть. Жесткость табачного сигарного листа вполне приемлемая, хорошая. Аромантика шоколада на троечку, на самом деле. Дымность окей. Текстура очень хорошая, очень прикольная. Тара, ну, не знаю. Единственный минус, который я заметил здесь, ну, в этом, грубо говоря, пробнике, в том, что название на крышке, если он вот так будет стоять, грубо говоря, на полке, да, тебе придется все вот так переворачивать и смотреть нужный вкус. Поэтому, ребятам бы посоветовал перенести название все-таки на саму банку. Прикольно. На самом деле, бончик. Курил бы его, скорее всего, да, курил бы, но не шоколад точно и не салями точно прям вообще и не, собственно, ром. Как бы ром крутой, да, но этот отталкивающий аромат ацетона в начале, он меня реально отпугивает. Просто не люблю эту хуету с ацетоном. Поэтому, собственно, это вот так, это бончик, такой вот маленький прикольный обзорчик. Всем пока. Обязательно поставь лайк. Мы потихонечку движемся. 36 тысячам, ребят. 36 тысяч. Давайте поддержим меня. И, конечно же, участвуйте в конкурсе на мундштук углерод, который сделан из настоящего, сука, карбона. Ссылочка на конкурс в описании. Всем пока-пока. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok